Как бы ни был прекрасен первый белый снег, но у раннего снегопада есть минус. Листья еще не успели опасть деревьев, и когда они покрываются мокрым снегом, то тяжелеют. Ветки не выдерживают и падают вниз, где ими уже занимаются рабочие. Вооружившись бензопилами, рабочие разбирают последствия первого снега. Бригады за день успевают посетить более 10 адресов. Маршруты строят по обращениям граждан. По заявкам нам звонит диспетчер, нас направляет, мы оперативно реагируем и сразу же выезжаем. Освобождаем проезжую часть от поломанных деревьев после последствия снегопада. Также освобождаем тротуары и газоны. Местами, чтобы убрать повальные деревья, бригады перекрывают тротуары. Но жители готовы переждать временные неудобства. Ведь службы делают важное дело, создавая безопасность на городских улицах. Конечно, мешают. Обязательно надо спиливать. Потому что это опасно. И на машины падает, и на голову падает. Это опасно. Во дворе дома на Скляренко 9 дерево упало на припаркованный автомобиль. Поскольку во дворе парковка запрещена, никто возмещать ущерб за повреждение машины не будет. Вчера около 9 часов вечера дерево упало. Это на моих глазах произошло. Я вышла гулять с собакой. В общем-то прошла буквально 5 метров. Это упало, могло упасть на меня. Но полицейские приехали, когда они сказали, что вам повезло. Первый снег ударил по машинам не только во дворах. На дорогах много аварий. По данным ГИБДД, за последние два дня на дорогах области погибли 9 человек в 39 ДТП. В большинстве случаев виновными становятся водители машин на летней резине. Резкое изменение погодных условий – главный фактор повышения аварийности. В любом случае езда в зимний период времени требует особой концентрации внимания. И водителю для того, чтобы перестроить свой стиль вождения с летнего на зимний, так условно назовем, необходимо все равно, чтобы прошло некоторое количество. То есть день-два, поэтому водители должны немного снизить скоростной режим и привыкнуть к особым условиям движения в зимний период. Сотрудники ГАИ сейчас несут службу в усиленном режиме на трассах и не рекомендуют без необходимости покидать пределы Самары. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Василий Колдашов. События.